Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время, у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена, на канале Ведунья Вивьена. Я поменяла свои названия на те, которые у меня были с самого начала. Пусть будет так, потому что многие старые подписчики меня начали разыскивать и не могли найти. А Ведунья Вивьена и Вивьена по поиску находятся сразу. И сегодня у нас, у нас такой будет расклад, вы должны это услышать. Где он и с кем он сейчас? Его терзания, его мысли о вас. Я очень вам благодарна за ваши подписки. Подписывайтесь, мы здесь одна семья, у нас добрый канал. Мы с вами вместе радуемся, мы с вами идем вместе к свету, мы с вами вместе, со мной вместе. Мы друг друга не видели, но мы одна семья. И я вас учу, как надо идти к свету, как надо идти по дороге жизни, улыбаясь, удивляясь. И как надо себя вести с мужчинами, чтобы эти мужчины были с вами. Благодарю вас за донаты. Благодарю вас за комментарии. Пишите комментарии. Ставьте, даже не хотите писать, вам тяжело. Ставьте смайлики, это тоже комментарии. Я вам всегда отвечаю. Мои контакты есть на экране для личных раскладов, в описании, в закрепленном комментарии. В закрепленном комментарии. Первый комментарий всегда мой. А также в сведениях о канале. Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь. Плюс 995-593-36-95-44. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пожалуйста, только писать буквами. Называется это СМС. Не звоните, пожалуйста, потому что я не могу принять звонок, я работаю с людьми. И мало времени у меня на такие, на пустые разговоры. У меня нет телевизора, потому что мне некогда смотреть телевизор и там нечего вообще смотреть. У меня есть только ноутбуки, андроиды. Вот этим я живу и живу вместе с вами. Также я есть в Фейсбуке группа, в Дзене. Пожалуйста, можете смотреть там видео. И что? Вот я уже приготовила кофе. Я сейчас его при вас выпью. Успокоились. Думайте о том человеке, которого вы загадываете. Вообще ничего. Успокоились. Руки, ноги не скрещивайте. Ваши мысли спокойные. Вы ни о чем не думаете. Ваши мысли просто как река ни о чем. Только образ с открытыми глазами человека перед вашими глазами, перед вашими глазами. Почувствуйте его. Его глаза, его морщинки, его запах, его ножки, ручки. Все. Почувствуйте, как пахнет одежда. Он. И только об этом человеке. Называйте его имя. И мы будем сейчас смотреть. Меня спрашивали, а как же так? Вы пьете там чашку и потом смотрите расклад. Вот он общий. А надо же чашку пить, когда приходишь. Вот цыгане, а я вам говорила, что у меня есть очень много друзей цыган. Вот цыгане, когда приходишь, там пьют кофе сама гадалка. И вот я сейчас пью кофе, потом мы будем смотреть. Всегда ставлю здесь в глаз Фатимы. Он всегда спасает от неприятностей и от сглазов. Я пью кофе. Не думайте о своих бывших, если у кого бывшие. Плохо. Потому что, когда вы плохо о них думаете, к вам приходят похожие. Обожайте их, этих бывших. Обожайте своих братьев. Обожайте своих отцов. Обожайте мужчин. И тогда к вам будут приходить мужчины замечательные, недостойные, как слово есть. Достойные вас. Ну, вас и приходят. Достойные вас. А надо замечательные, любящие и настоящие мужчины-воины. Сейчас я допиваю кофе. Всегда пью кофе Мехмед. Турецкий. Замечательный кофе. И теперь мы... Так, с этой стороны пила. Сюда выливаем. Сюда выливаем. И теперь я ставлю чашку. Она будет стекать. А сейчас мы здесь посмотрим. Сейчас мы здесь сольем. Видите, как я делаю? Так гадают на Востоке. И на чашке, и на блюдце. И сейчас я солью с одной стороны. И будем смотреть. Ой, какая киска. Прям... Ну, могу сказать. Мы смотрим срелу, будем смотреть на кофе. Опять я забыла палочку. Возьму вот такую вот замечательную. У меня ручечка такая есть. Смотрите. Вот прям здесь вышло. Во-первых, мы смотрим, где он, что он и что сейчас делает. Могу сказать. За ним всегда есть какие-то глаза. За ним всегда следят. Может быть, вы. А может, кто-то другой. Но глаза, несколько глаз. Раз, два, три, четыре. Возможно, да, у человека. Сглаз какой-то. Где он сейчас? Мы будем смотреть, где он сейчас. Вот сейчас мужчина... Вот смотрите, цифра два. Возможно, если будем смотреть с другой стороны, да будет цифра пять. Цифра два. Возможно, он два дня назад или два часа. Что он делал? Он куда-то, или через два часа, он куда-то пытается убежать. Убежать, улететь. Мы же смотрим на него. Так счет течет немножко у нас. Пусть стекает. Пусть стекает. Будем смотреть. Смотрите, и здесь вот прям как огромный такой кот. Может быть, даже и не кот, но мне показалось, что это кот. Вы можете видеть другие рисунки. Но запомните, интерпретирует всегда тот, кто вам гадает. И никогда, когда вам раскладывает гадалка, не смотрите никакие карты, потому что вы спутаете предсказание, и оно не сбудется. Так, где он и с кем он? Его терзание. С ним рядом... С ним рядом есть какая-то женщина. Женщина, знаете, очень такая интимно настроенная, очень обворожительная. Очень как-то твердо, вот сидит твердо, но смотрите, как она. Она, у нее голова как... Ну, как у динозаврика такого маленького. Очень хитрая. И у нее на службе есть какие-то слуги. Как слуги? Может быть, духи. Может быть, еще кто-то. У каждого по-своему. Где он сейчас? Вот рядом эта женщина, вот она за ним следит. Вот видите эти глаза? И вот эта женщина прям сидит на этих глазах. Рядом какая-то женщина. Конечно, это может быть любая женщина совершенно. И мать, и кто угодно. Вы смотрите по ситуации. Что еще могу вам сказать? Где он сейчас? Сейчас мужчина... Вот, знаете, сначала мне кот показался, а теперь мне прям кажется, что это прям какая-то сущность. Очень даже похоже на демонскую сущность. И она вверху. Сейчас мужчина находится в каком-то состоянии. У кого-то может быть, что он в опьянении. Поэтому вот такой, как демон. И эта женщина рядом с ним. И пытается его привлечь, завлечь. Но делает очень хитро. То подвинет его, то отодвинет. Такая хитрульная женщина. Что у него сейчас? Где он и с кем он? Так, где он и с кем он? Мы когда смотрим, где он и с кем он сейчас, это вот в ближайшее время. Может быть, это вчера было, но это близкое время. Где он сейчас? Кто его окружает? Он сейчас пытается открыть какие-то все свои дороги. Но у него не получается, потому что сверху на него кто-то давит. Кто-то делает какое-то воздействие на него. Это не обязательно магическое. Это, может быть, люди управляют им на работе, дома, еще где-то. Заставляют делать то, чего ему не хочется. И вот, понимаете, и он как бы валяется. Вот он. Валяется. Ножки задрал кверху, ручки приставил. И лежит и думает. Как бы все исправить? Думает, ну вот видите, тут ангел. Это хорошо, конечно, что ангел. И думает, ну ангелы там как-нибудь помогут. Они сами, будем надеяться на высшие силы. И он действительно, даже, может быть, и молится. Кто-то молится. Вот видите, к высшей силе поднимает он руки. Кто еще рядом с ним? Рядом с ним находится буква Л. Я говорю по кириллице, буква Л. В крайнем случае, может быть, буква П. Рядом с ним находится человек. Это, возможно, его друг или коллега. И он, ну могу сказать, что он у него забирает энергию. Или забирает какие-то знания. Или забирает какие-то деньги. Потому что рядом, вот видите, кресты. Кресты. Сейчас ситуация вот у этого человека, на которого мы смотрим. Вот понимаете, он как побитый баран. Вот как баран, видите. И у него все перевернуто. Потому что мы смотрим с этой стороны. У него все как-то перевернуто. У него даже вот сердце, понимаете, завязано на какие-то шнуры. И рядом окружают люди. Понимаете, он вляпался в какую-то такую ситуацию, где очень много обманщиков. Потому что, вот видите, тут сверху прям темным все. Что еще мы посмотрим и увидим, где он сейчас. И что он... Могу сказать, что у него, вот прям как цветок, как цветок папоротник или как цветок кактуса, цветок магический, здесь идет такое, что человек пытается бороться с этими внешними силами и внутри. У него и внутри все горит. И вот смотрите, этот цветок, прям, ну, замечательный цветок. Кто увидит? Этот цветок, он уже вот поднялся и огнем этого цветка, ну, как папоротник бывает на Иванку Павла, ну, вот такой магический цветок здесь. Этот цветок пробирается вот в его душу, чтобы эту душу ему освободить. Чтобы сердце это освободить. Потому что вот у нас сердце на веревках. И здесь цветок. Где он сейчас? Ну, я вам сказала, что он может быть еще в окружении каких-то своих друзей. Но друзья, не могу сказать, что очень хорошие. Просто отвлекается, чтобы отдохнуть. Думает почему-то о любви. Думает, как спасти какое-то положение. У него действительно сейчас возможности есть, чтобы подняться вверх. Но у него сейчас, на данный момент, есть какие-то и денежные затруднения. Денежные, материальные, имущественные. Еще с кем он? Что у него, где он и с кем он сейчас? Он думает о каких-то материальных средствах, о которых не знает кто-то другой. Он их в тайне хранит. Или что-то скрывает. Или думает о каких-то средствах, которые можно получить в тайне. Может быть, и незаконным путем. Все по-разному получают. Где он сейчас? Он ждет какого-то известия. Ждет известия. Известия о чем? Известия ждет делового характера. Да. Делового характера. И это действительно связано с деньгами. И вот здесь идет опять маска. Это может быть у него и будет. Или делает он, что это не совсем законное, что ли, получение средств. Ну, что-то такое. Может быть, за что он не будет платить налоги. Или еще что-то. Так. Вот эти вот жгуты. И вот здесь я вижу, что... Вот видите, в самом низу. У него... С кем он сейчас? Вот видите, вот этот цветок, откуда он выходит? Вот здесь... Вот здесь волшебный-волшебный... Такой как эльф. С серпом. Вот не с серпом, а с месяцем на голове. Именно он дает эту энергию света человеку. И знаете, могу сказать, что, возможно, кто-то из вас дает ему эту энергию. Вот вы пытаетесь его очистить от этих злобных мыслей, злобных людей, злобной энергии. И еще буква А. Буква А или буква Д. Смотрите по обстоятельствам. Именно вот этот человек на букву А и на букву Д очень хорошо влияет на него и дает ему свет жизненный и энергию жизни. Что еще? Где он сейчас? Вот здесь я сейчас вижу, что как будто он с кем-то в каком-то обществе. Где он сейчас? Думает он. Ой, какой прям вышел монах, который молится. И вот вышел такой храм. Вот как в Грузии бывают храмы. Не такие купола, как в России. А вот здесь вот как строят такие острыми наконечниками. Потом там крест. И вот здесь идет, что человек еще молится за то, чтобы у него совершились желания. А посмотрите, он молится. А вот здесь внизу опять идет прям вот как человек или араб, или просто с темным лицом. А он здесь. И еще вот смотрите, как старик Хаттабыч. Он надеется на то, что все его желания каким-то образом исполнятся. И он получит материальные блага. С кем он сейчас? Ну, у него идет раздрай. У него то понедельник, то сразу после понедельника, то сразу после понедельника суббота. Потому что вот видите, эти черные птицы, вот эти крылатые, как драконы, рядом. И в то же время и свет. И поэтому у человека сейчас не очень нестабильное психическое состояние. А что он о вас думает, а его терзает? Терзает вот это сердце, как будто его, вот видите, как полсердца. Сердце его разорвали на два кусочка. Давайте будем смотреть чашку, потом будем смотреть на... Потом будем смотреть... Вот я уберу. Потом будем смотреть... Чашка у нас стекла. Ой, ой. Итак, а теперь смотреть чашку. Будем смотреть чашку. Так, я пила с правой руки. Вот здесь идет у человека. Он надеется на прибыль. Маленькая прибыль к нему придет. Вот где он сейчас. Он или с кем-то сейчас. И обдумывает, что ему делать. И повысить как-то свое материальное благосостояние. И у него идет прибыль. Так, мы пили с правой руки. Сейчас, подождите, вот так. Смотрим. То, что у него лично. Давайте смотреть, что у него лично. И какие терзания по поводу вас. И здесь то же самое, что человек лежит. Возможно, он болеет. Может быть, у него депрессия. Или он в состоянии там опьянения. У всех же по-разному. Расклад же, то есть, смотрим и общая. И над ним, вот видите, свет такой, ореол. Где он сейчас? Здесь буква Z или M латинская. И смотрите, что через три дня или через три, три, срок три. Три дня, три недели, три месяца. Может быть, три часа. И он молится. И сейчас он действительно... Вот сейчас человек думает о том, что ему должны помогать какие-то высшие силы. И вот здесь вот, как созвездия быка. И если он рождён под созвездием быка, то это будет очень благоприятно. И он сейчас именно молится о том, чтобы у него всё сбылось. А какие терзания? А терзания у него о вас. Потому что вот вы внизу лежите, прям на ложе. Вот видите, прям женщина на ложе. И он сверху, а вы снизу. И на вас одета белая покрывала, как на Святой Богородице. На покров вот. И покрой меня покрывалом своим, Богородица. И дай мне мужа светлого, замечательного и детей здоровых. И вот здесь вы. Понимаете, вы ему как поддержка. Вот он так лежит, ему спину тяжело держать. И вы вот своей головой его сохраняете. С кем он сейчас? Он думает о вас и очень терзается о вас. Но что-то загораживает путь. Но вот это созвездие, прям вот чётко, прям созвездие быка. Такое иногда прям не придумаешь, не нарисуешь. Где он сейчас и что он сейчас? Что у него со стороны как бы улицы? И посмотрите, здесь опять с глаз идёт какой-то депрессия. И вот это вот страшное чучело-миучело. Что-то у человека прям как старуха такая, знаете, ведьма с таким носом. У него со стороны вот денег, я вам говорю, что денег, работы. То есть это со стороны улицы, как я говорю, улицы. И эта тётка, тётка злобная, она постоянно-постоянно что-то мешает. Вот, понимаете, это могут быть от того, что он в депрессии и в каком-то состоянии не очень таком весёлом. Это сущности, которые в него входят. Вот они сыпятся, 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 она сыпет ему. А смотрите ещё, видите, над этой тёткой стоит вот такое страшное существо, как в фильмах ужасов. И он ей даёт эту силу. Вот у него сейчас действительно что-то не получается в его работе, в его делах. И он думает, что кто-то мешает. На самом деле он ещё мешает. И с кем он сейчас? Сейчас он думает о том, как решить свои проблемы. Чем он терзается? Вы знаете, особо не вижу тут месяц. Особо не вижу. Вот, знаете, он сейчас занят какими-то своими делами и какими-то своими терзаниями, как депрессия или болезнь. Но идёт такое, что очень хорошо человек знает, что именно вы ему можете помочь. Давайте посмотрим, что на чашке в середине. В середине у него. Мы же про него смотрим. Знаете, действительно, человек почему-то сейчас считает, что он не справится с чем-то, что на него навалилось. Он не видит выхода, хотя выход есть. Вот здесь, видите, голова такого воина. И вот как бы он скрестил две палки, что всё, больше не хочу. Я не хочу больше ничего. А на самом деле ему говорят, нет, ещё всё впереди. Зажги лампаду, вот тут прям лампадка. Зажги лампаду, и у тебя исполнятся твои желания. И у него стоит образ, вот тут вот, это образ ваш, женщины красоты. Давайте посмотрим, что у него на сердце. Так, на сердце мы открыли ему пути, дали ему свет. И на сердце, вот вышло вот так вот, как стрела показывает на вас. На сердце вы. Что он ещё думает? Он хочет, понимаете, что-то вспоминает прошлое, и хочет, чтобы фейерверк зажёгся, как и раньше. Именно этот фейерверк, относящийся к вам. Давайте посмотрим на картах. Вот то, что вы должны были услышать, вы услышали. И сейчас мы будем смотреть на картах. Где он, кем он, и что сейчас делает. И не то, что что сейчас делает. Где он, с кем он сейчас, и его терзание о вас, мысли о вас. Давайте смотреть. Где ты сейчас, наш любимый, загаданный человек? Где ты и с кем ты? Вот действительно у него, где ты? Он действительно ищет себе какое-то прибежище, где ему будет тепло и уютно. Так же, как мы смотрели на чашки и на блюдце. Он ищет, где ему будет хорошо и тепло. И он ищет себе соратников и друга. Возможно, он ищет и вас, потому что друг. Где он? И вот опять выходит карта гроб. У него действительно психическое состояние. Психическое. Не бойтесь этого слова. Это наша энергетика. Это наш энергококон. Его психическое состояние на самом деле не очень хорошее. И вполне возможно у некоторых будет, что он сейчас не совсем в трезвом состоянии, может быть. Или болеет, или в депрессии. Где он сейчас? Он с какими-то друзьями, это я еще раз сказала. Где ищет им. Вот у него какие-то разборки. Дома у него какие-то разборки. И, понимаете, у человека сейчас что-то все полетело не туда, не в ту сторону. А в какую-то дыру летит. У него и дома какие-то неприятности и разборки. И на работе, и среди людей, среди его окружения. Чем он терзается? Вот его терзание о вас. Он вас вспоминает. Вот для него букет нежных роз. Хоть здесь и дама пик, а по картам Ленорман здесь букет. Какие терзания о вас? Потому что вы его солнце. Какие терзания о вас? Он хочет с вами встретиться. Если вы на расстоянии, или вы разошлись, или поссорились. Он хочет получить вот это тепло и свет. Смотрит вот эти вот цветы и хочет к вам приехать или прийти. Но у него, смотрите, как идет... Ой, задела камеру, извините. Как идет, что он откладывает как-то это все. Почему вы его солнце, смотрим? Почему вы его солнце? Потому что, вот видите, первая карта гроб. Это когда очень тяжело, что-то не ладится. Возможно, кто-то, может быть, и ушел, кто-то из жизни. Но это очень редко по этой карте. Это когда что-то не ладится. И смотрите, вот он сам, дом. И вы для него, его свет, его, как я говорю, лампада, которая освещает. И на что он рассчитывает? А рассчитывает он... Так, погасла у нас свечка одна. А рассчитывает он... Ой, знаете как? У вас... У него сейчас мысли... У вас произошел какой-то конфликт. Конфликт или недопонимание, или расставание. Вот у кого такое действительно, то... Видите, карта прям перевернула колоду. Он действительно хочет поговорить, написать, притвориться дурачком, как ребенок. И вот, видите, опять идет, что... Где он сейчас? У него сейчас тяжелое какое-то состояние. Может находиться с другом, с друзьями, может находиться дома. Но у него так все терзается. И вот он думает, выпить, что ли, вина. Или вот как-то отключиться. Ему хочется отключиться. Может быть, выпить какие-то таблетки, чтобы не думать, какую-нибудь валерьянку или реланиум. И он хочет вам написать. Но знаете, как он хочет? Он терзается тем, что нужно как-то сделать так, как будто я дурачок, маленький ребенок. И она вот меня услышит, то есть вы, и улыбнется, и согласится. А вышло, вот видите, а его не пускают. Карта крест, карта гроб и карта крест. Это говорит о том, что у него не желание, а мечты. Мечты. А мечты – это очень плохо. Потому что мечты – это вы берете из будущего ситуацию, выдумываете, вот лежите, выдумываете, точно так же он, и выдумывает, как обломов. И это должно было случиться в будущем, а вы это в настоящем свершили, в мыслях – это мечты. И в будущем это не свершится. А должно быть желание. А желание – это когда загадал желание и начал действовать. И оно обязательно исполнится. А здесь человек мыслит, мыслит, и у некоторых действительно он может закрывать себя именно даже выпивкой или чем-то еще другим. Любым. Может быть, пойдет играть куда-нибудь, еще что-то. Сейчас очень много в интернете всяких таких игр. Но я здесь не вижу, сейчас он как-то особо о женщинах не думает. И о вас, мы спрашивали, вы его солнце, но вас рядом как-то нету. Потому что у него что-то внутри, все вообще круть-верть. Что-то его все гложет, и что-то совсем не так. А надеется он на то, что рано или поздно, конечно, добро победит. Карта лилии – это всегда победа, благородство. И карта лилии, и здесь у нас, видите, он надеется на то, что встреча состоится, или вы поговорите, потому что здесь дама пик, и здесь король пик. Давайте еще посмотрим теперь на Таро. Мы уже на всем посмотрели. Очень интересный расклад. Просто у человека сейчас в душе кошки скребут. Заскреблись совсем. Не знает, чего ему делать. У него материал как-то именно в жизни что-то такое творится, что очень мешает ему вообще действовать. Да еще какие-то там бяки-коряки выскочили. Кто ему там мешает. У нас все время свечка эта чайная. Где он, с кем он и сейчас, что его терзает? Мысли о вас. Что его терзает о вас? Две карты. Терзает, что закрыты как-то дороги к вам? Что он весь связанный, перевязанный, и его не пускает что-то такое? Что его терзает? Он думает о вас. Он думает о вас. Но это великий манипулятор, как я говорю, Астап Бендер. Ну, великий манипулятор. Великий манипулятор. А теперь он связанный, у него и руки связаны, и глаза завязаны, и рот завязан, и все перевязано, и манипулировать сложно. Он не знает, как и закрываются пути к вам, и он терзается. А почему он так? Сейчас мы вот так посмотрим. Где у нас наши великие карты? Вот они. Великие карты. Мифологические. Почему? Он вот хочет как-то сманипулировать, терзается, страдает, потому что карта восьмерка, он хочет закрыть. И он очень страдает. А почему он так хочет сманипулировать? А потому что он хочет кого-то обмануть, чтобы куда-то поехать. К вам поехать, с вами встретиться. Он хочет куда-то поехать и обмануть с этой поездкой. Кого он хочет обмануть? Он хочет обмануть кого-то в своем доме. Потому что он хочет встретиться с вами, поговорить и, возможно, начать как-то все сначала. потому что вы для него все и опять да и он действительно хочет что-то сказать но он такой он напрямую не скажет он будет действительно манипулировать и так умеет лапшу на уши навешать что хочешь не хочешь но согласишься и он терзается как как на какой кобыле к вам подъехать какие у еще терзание мысли о вас в какие давайте смотреть вы думаете что у него появится больше денег и он рассчитывает на какие-то денежные средства и он может поехать к вам или встретиться с вами или написать вам но он рассчитывать на какие-то денежные средства которые вот-вот вдруг ему приплывут но я всегда считаю что просто так деньги не появляются деньги материальные средства появляются тогда когда человек чистый энергетический энергетический кокон когда он уважает деньги и эти деньги только за труд вот человек трудится и затрут эти деньги и трудится так делает то что ему в удовольствие если работа не в удовольствие это все временно эти деньги куда то проскакивают не туда чем он еще терзается его терзания вас ему тяжело без вас когда вас нету чем он терзается но конечно тут есть чувство тут есть чувство и он терзается что ему так тяжело что рядом как бы вас нет он так хочет это сказать но он же у нас некий манипулятор он думает как же ему вот по-другому это все как бы вот и изобразить какие у него давайте еще посмотрим активов он прям сейчас где он прям сейчас но сейчас я говорю что я вам сказала что возможно он с кем-то веселиться или с друзьями кубки может быть наполнены какой-то вот но он вот пойти он где-то веселиться но на душе у него все тяжело вот пришел вот как бы пришел в ресторан все все танцуют я танцую ну как зомби и вот у него так же где-то он веселиться он хочет найти покой что еще и хочет вот знаете вот честно вот выходит прям почему-то идут сверху слов напиться и забыться кто-то из ваших мужчин вообще не употребляет но вот хочется или повеселиться и забыться вот такой у него вот где-то так он находится но у него и в доме как-то нехорошо и во внешней стороне у него как-то нехорошо в каком-то он таком состоянии хотя он не любит это показывать и ему так тяжело без вас потому что вы вы его туз кубков туз кубков и плюс карта солнца вы для него исполнение всех его воплощений а почему он так вот как-то почему ну что у него такой почему он вот попал в такую вот передрягу то жизненную почему попал в такую жизненную передрягу да какие-то разборки действительно и знаете а знаете у него и в семье что-то и и во внешней части это он заслужил потому что карта тот это бог он решил что он чуть ли не бог над всеми но бог показал извини знай свое место человечище да здесь какие-то разборки и здесь он действительно разбирается и в семье и во внешней среде и какие-то вот и материального характера и житейского характера возможно у человека большая семья у кого-то большая семья и живет и там много человек в семье в доме может быть большом или у него вообще семья есть и он общается с братьями и сестрами с дядями еще с кем-то так почему еще давайте посмотрим теперь а что он вот вот у него такая ситуация что он вообще думает тогда о вас ой знаете человек сам придумывает себе то чего нету от недостатка как я говорю ума он думает что вы чего-то на него там фигачили он очень обижен чем-то на вас что вы как какие-то ему слова сказали не те обижут я еще раз вам говорю мужчины слышат когда мы говорим совсем не то что мы хотим сказать и когда мужчины нам говорят мы слышим совсем не то что мужчины хотели сказать и поэтому нужно вдвоем 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 сесть за стол и сказать ты что вот в этой фразе имел ввиду он скажет а я вот это вот а я совсем другое поняла потому что у него от недостатка ума он придумывает себе всякую ересь еще он слушает какие-то сплетни и терзается этим вроде бы не верит потому что у него чувство есть обижается на вас а почему он обижается то обижуты наш обижушкин почему он обижается на вас еще думает может что-то делали на него потому что у него терзания любовные глупость какая потому что от недостатка ума почему он так терзается и думает что вы что-то делали потому что его распирает со всех сторон честно говоря если у вас сейчас вы разошлись или какие-то недопонималки или вы на расстоянии потому что его у него все там шарики бубенчики его вздулись как воздушные шарики а в то же время он хочет держать марку где он сейчас и как он терзается вас он хочет держать марку что что вы что надо держаться я вот такой я не буду сам пусть она сама а его раздирает на все стороны и еще у него есть кто-то кто ему в уши дует может быть друг может быть еще кто-то кто ему в уши дует о том что как надо себя вести с бабами и с вами конкретно а его все равно распирает он всем показывает что все равно а на самом деле не все равно и когда он действительно в состоянии зачарка и вина то вот эти вот все вот все что у него там внутри она у него все вытекает а сказать он никому не может возможно вам позвонит когда зачарочка это будет давайте еще посмотрим а что он еще вот теперь на этих картах посмотрим где он мы примерно поняли а теперь еще какие его мысли в терзании у него на самом деле терзание у него внутренние чувства есть он их закрывает он пытается всем показать что ничего особо нету что еще за терзание у него научила человек очень туз пентакли это исполнение желаний и опять человек думает о деньгах они его очень интересуют на данный момент может и вообще интересуют это неплохо золотой телец что его терзает а терзает если этот человек женатый то его терзает то что у него и статус что он император он он женатый человек а вы вы его другая женщина как которые его освещает дает ему энергию которая дает любовь а если этот человек свободный то его терзает то что он хотел бы быть императором при при вас при императрице но пока он жертва обстоятельства так и считают я жертва и терзание что так еще терзает его он действительно терзает что не может никак открыть вот открыты уже двери то вот открыты врата в другое измерение открыты врата а он еще висит никак не может отвязаться чтобы спрыгнуть с этой с этой виселиц и пойти по этой дороге для чего пойти под этой дороге а для того чтобы пусть даже паш но сказать о своей любви потому что сердце колет это шпага его и уже видите рыцарем прийти к вам как его с лексиром любви но у него ступор идет пить пятерка монет она говорит о духовной недоразвитости а в то же время это говорит о том что его тянет тянет он хочет денег получить то у него их нехватка сейчас а в то же время он хочет очень его тянет все время к вам он не понимает у кого-то это кармические отношения кто-то скажет мне близнецовые братья там сестры кармические отношения это когда вы встретились с душой человека с которой вы встречались в прошлых воплощениях что-то не выполнили и опять вас лбами столкнули ну и давайте посмотрим мысли то есть и чувства есть а что ты будешь предпринимать дорогой наш человечище дорогой нас мужчина и хоть что-то будешь предпринимать хочет что вы чего-то предпринимали что ты будешь предпринимать в этой ситуации честно вам говорю девочки что вы с ним сделали не знаю но с кем бы он ни был с вами или без вас и если без с кем-то другим или другой с кем-то он постоянно находится в его очень интимно взбудораживаете в постоянном возбуждении что он будет предпринимать еще не дорос он да вот как там был мальчик на козе так он еще не дорос что ты будешь предпринимать и все-таки он предпримет или к вам поездку или что-то написать или как-то передать через кого-то каким образом ты это передашь да здесь у кого-то есть воздействие говорю тут не у всех это магическое воздействие у некоторых есть воздействие какой человеку надо выполнять определенные обязательства и вот здесь нужно он говорит мне нужно все это исправить кому надо снимать порчи джаду носки пожалуйста вот исправить и что тогда и вот тогда он уже к вам придет с золотыми яблоками разрушить что-то прошлое убежит от того чего не надо и к чему придет к мощи великого а что он тогда вам скажет с чем он придет что он нашел выход он ваш лебедь а вы его пава-лебедиха вот такой был расклад пишите пожалуйста в вайбер ватсап телеграм кому нужно лично пока пока с вами была вивьена до новых встреч